Приветствую вас, Екатерина. Давайте разберем ваш текст. Мне 21 год, у меня такая ситуация. Вы начинаете с возраста, поэтому хочется спросить, имеет ли он возраст для вас какое-то значение? Если имеет, то какое, какое значение для вас имеет ваш возраст? Встречаюсь с мальчиком старше меня на 3 года. Ну, хочется спросить, почему мальчик 24 года? Откуда вот эта формулировка, что он мальчик? А почему не мужчина, не парень, не молодой человек? Именно мальчик. С чем это связано? Что вы своих мужчин называете мальчиком. Ну или вот в данном случае, вы называете мальчиком человека, которого вроде как любите. То есть мне кажется, что здесь такой очень, очень такой важный момент того, как вы относитесь к мужчинам. И как, вероятно, воспринимает себя в том числе в контексте мужчин. Это очень такой важный момент. Дальше. Встречаемся больше месяца. Встречаете вы. Ну, мне бы хотелось здесь вас спросить примерно следующее. Что вас объединяет с человеком? Что вас связывает с человеком? Что у вас общего с человеком? Какой фундамент, эм, ну, ваших, ваших взаимодействий? Вот. На, на чем, эм, по факту основано ваше общение. Вот. Это важно, потому что, простите, эм, если, 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 вот. У вас, эм, образно говоря, отсутствует. Ага. Общее. Вот. В достаточном количестве. То, в таком случае, можно говорить о том, что, у вас проблемы. И, в первую очередь, это проблемы с, эм, взаимодействием с мужчинами. Вот. Построением общего с мужчинами. Так что, как вы познакомились, эм, история вашего знакомства, что вас объединяет. Это очень важно. Да. Это все очень важно. Дальше. Все было хорошо, пока я не начала показывать свои психи и недовольства по поводу того, что он в хороших отношениях с бывшей. Ну, смотрите. Во-первых, что значит, все было хорошо? То есть, как это понятно? Все было хорошо для кого? Все было хорошо для вас. Все было хорошо для него. Все было хорошо кому? Это первое. Второе. Знали ли вы, что у него есть бывшая? С которой он в хороших отношениях. Если знали, то, получается, принимали. Это. А если принимали, то получается, что сейчас принимать перестало. Возникает вопрос. Почему перестало? По какой причине перестало? Принимать. Человек. С его неким таким бэкграундом, скажем так. Что-то, опять же, на вас повлияло. Далее. А почему вы недовольны тем, что человек общается с в чем, или в чем, связано ваше недовольство. Конкретно. Это очень важный момент. Очень важный момент. С чем связано ваше недовольство. Дальше. Вы ревнуете? Человек. Ну вот. Получается так, по крайней мере. Получается, что как будто бы вы ревнуете. И если это правда, если вы правда ревнуете, то с этим нужно разбираться. Потому что ревность – это неуверенность в себе. Это сомнения в себе. Это страх остаться одной. Вот. Это сравнивание себя с другими людьми. Вот. Ну то есть, такая вот, далеко не самая приятная ситуация. Вот. То есть, это, по крайней мере, вот, то, что похоже на вас. Вот. Вот. Это то, что, ну, то, что вот похоже на правду. И работать, как мне кажется, здесь нужно именно с этим. С вашей уверенностью в себе. Тем, что вы в себе же сомневаетесь в том, что вы боитесь. Возможно. Боитесь. Боитесь. Остаться. Одна. Боитесь, что человек вас бросит. Ну и так далее. namcare, и, по крайней мере этого всего не человек. То есть, вот, в этом направлении вам желательно работу. И, соответственно, если и когда ситуация будет решена, то я думал, что вам станет гораздо легче. Вот так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго, любви и удачи!